Денис, приветствую тебя на очередном видео технического фундаментального анализа, разбора того, что на финансовых рынках происходит и оценка общих событий, тенденций и поиска перспективных возможностей, друзья, которыми мы с вами с Денисом с большим удовольствием делимся. Ну что, долгое мы с тобой время жаловались на рынки, Денис, и наконец-таки они разошлись. Волатильность действительно зашкаливает по многим активам. Мы видим не то чтобы даже многонедельные, многомесячные, многолетние максимум. Вот что стоит движение по золоту, индекс американской валюты валится, соответственно, движение индекса доллара, как ты верно недавно подметил. Индекс доллара – спонсор движений на финансовых рынках, мне очень понравилось. Соответственно, раскачался и евро, тоже мы видим сейчас рост фактически максимум уже с 2018 года, с октября. Я думаю, что это еще не предел, но поскольку у нас есть возможность с тобой видеться довольно часто, как минимум два раза в неделю, я думаю, дальше мы с тобой продолжим освещать все эти события. Ну что ж, сегодня тогда давай обратим внимание на золото, которое сейчас очень многих интересует, что с этим инструментом будет дальше. Потому что многие считали, что так лихо, так высоко оно не сможет забраться за столь короткий промежуток времени, но мы видим то, что золото – это локомотив сейчас. В период вообще с небольшими, просто символичными откатами, уже рукой подать до отметки 1900 долларов за унцию. Что будет дальше? 2000, 2500 или все-таки 1000. Время покажет, конечно же. Тогда давай начнем с меня, демонстрация экрана. Одну секундочку. Так, вроде бы должно было пойти. Да, видно, отлично. Так, начнем с индекса американской валюты. Долгое время, я честно признаться, верил в американца, верил в то, что ФРС все-таки сможет сохранить интерес к нему, сможет отстаивать, продолжать отстаивать статус его как резервной валюты и не позволит очень сильно просить. Вот ситуация меняется на рынке, и мы видим то, что пандемия не отступает, мы видим то, что страны, центральные банки, которые отвечают за стабильность, собственно, экономика, считают, что последствия могут оказаться более негативными. Все это конвертировалось вот в новый экономический стимул. На этой неделе то ралли, которое мы стали, за которым стали следить по евро, это как раз ралли, которое обусловлено решением саммита ЕС по соплоставанию фонда на 750 миллиардов евро. Как раз та самая ситуация, когда все снова поверили, что деньгами можно решить любую проблему, можно залить любую боль, можно все исправить и спасти, в принципе, печатными станками всю мировую экономику, не только, скажем, по регионам. И в этот фонд поверили все еврооптимисты, поэтому мы видим ралли, которое продолжается и по текущий момент, в частности, сейчас котировки по евро-доллару уже 1.15.90, 100% будем сейчас тестировать 1.16 и, скорее всего, пойдем выше. В отношении доллара, почему здесь этот актив может быть интересным дальше? Ну, конечно же, во-первых, потому что мы видим развитие вот этого нисходящего тренда. И это такой же тренд, который, как вот по ожиданиям в отношении европейской валюты, когда евро будет расти, здесь будет снижаться. Потому что следующим эстафету у европейских властей перенимает как раз Федрезерв на следующей неделе заседание, где будут обсуждать две темы. Это процентные ставки и программа количественного смягчения. Может быть, даже больше, чем сам ФРС, нас сейчас интересует власть и именно баталии между республиканцами и демократами по новому пакету финансовых, фискальных стимулов, которые они обещают выкатить до конца этого месяца и дать возможности Трампу на его большой пресс-конференции, которая также ожидается в конце этого месяца, прокомментировать, что он все-таки выбил у демократов необходимости дальше раздавать такие щедрые пособия по безработице в 600 долларов в неделю. Короче, ожидание как раз вот этих фискальных мер бьет очень сильно сейчас по позициям американского доллара. Раньше именно новые стимулы расценивались в качестве главного риска для доллара, сейчас мы видим то, что этот риск реализовался. Вот сегодня видел прогноз банка Stand Up Charter, считается, что это банк всех банков. Так вот, согласно этому прогнозу индекс доллара может просесть еще на 7-8%, причем до конца этого года. Я думаю, что по индексу мы точно сможем увидеть значение ниже 94. Как действовать? Конечно же, без отката любое мощное, даже мощное трендовое движение развиваться не может. Поэтому я допускаю то, что индекс доллара может восстановиться, вернуться даже к отметке 95.50, и вот где-то туда нужно будет забросить отложку сэрлимит в расчете на то, что мы доберемся до этого уровня, а потом продадим и будем ждать уже ниже 94. Стоп-лосс также можно поставить более-менее консервативным на отметке 95.80-95.90. То есть здесь соотношение прибыли и риска более чем достойное. Если уж мы говорим в таких тонах об американской валюте, в качестве причины, опять же, того ралли, которое наблюдается по золоту, также можно уже отметить сам факт падения. Доллара. Но с золотом не все так просто сейчас. Золото продолжают активно покупать, опять же, на вот этом анонсе бешеных стимулов со стороны властей ЕС и ожидании того, что вот эти стимулы будут задействованы от властей США. То есть на рынке возвращаются вот эти колоссальные забросы инъекций и ликвидности, которые тут же реанимируют риски по поводу инфляции. Самый лучший актив во всех книжках написанных страховки от инфляции – это, конечно же, золото. И действительно, когда вот сам МИТЕ согласовал этот фонд, вот именно в начале этой недели, с того момента мы стали наблюдать за мощным развитием бычьего ралли по золоту. Также золото – это, пожалуй, на мой взгляд, единственный из защитных инструментов, который остался на рынке, который оправдывает свойства защитного актива. И золото сейчас будет расти не только из-за риска инфляции, но еще и из-за того, что складывается в отношениях между США и Китаем, после того, как Трамп буквально несколько часов назад заявил о том, что плавно закрыть все дипломатические объекты Китая на территории США. Конечно же, Китай будет отвечать. Ни о каком возобновлении торговой сделки речь уже не идет. Пандемия очень сильно подпортила кровь обоим регионам. Короче, золото будет расти еще и на этом фоне. И также мы с тобой на прошлом брифинге, совместном видео, рассматривали возможность того, что можно будет пару слов сказать про американский фондовый рынок. Здесь комментарии, с моей стороны, будут максимально короткими. Учитывая, что ожидаются новые стимулы, здесь стоит рассчитывать на то, что индекс S&P станет последним из основных фондовых индексов американского рынка после дового иностранства, который достигнет прежних максимумов и их обновит. Поэтому, друзья, на мой взгляд, с какого бы уровня сейчас не заходить в американский фондовый рынок, все равно вот цель в 3350-3400 пунктов сделать точно удастся. Денис, слово тебе передаю. Так, сейчас. Все, отлично, слово взял. Смотри, я на самом деле сегодня с тобой абсолютно полностью солидарен. Я очень рад, что ты тоже уже примкнул к тем, кто вакс сливает. Хотя, признаюсь, на этой неделе, ну вот еще, в принципе, в начале недели, я больше по индексу все-таки оценил момент, что попытаются хотя бы сделать какую-то коррекцию в районе вот 95-17, 95-37, то есть этого диапазона хоть немножко откорректироваться выше, а потом уже добить вниз. Но, походу, когда ракета летит, то она летит без остановок. Поэтому в данном случае у нас самый ближайший уровень. Это 94-61, по сути, откуда он взял? Это минимум, который был сформирован еще 9 марта. Тот самый черный понедельник, в который очень многие трейдеры тогда и пострадали. Поэтому я считаю, что цена туда придет, и более того, цена еще и в идеале красиво такой хотя бы ложный прокол сделать, потому что в основном подобные вещи, они отрабатываются с точки зрения захвата ликвида. И вот опять-таки, глядя на текущую картину, как сейчас угол наклона сделан по движению индекса, то я лично считаю, что где-то в район 94-х индекс упасть на самом деле может. Ну, у нас нет абсолютно никаких причин считать, что он туда не упадет. То есть мы будущего не видим, поэтому, смотри, у меня такой вариант, где-то в район 94 примерно свалится. Следовательно, у нас будет продолжение бычьего ралли и по тому же евро тоже, потому что евро сейчас, например, тоже находится в районе сопротивления, но опять-таки неизвестно, выдержит или нет, потому что прошлое сопротивление в районе 1.15.15, его красиво пробили, все закрепились выше, микрокоррекция, добой. Сейчас, по сути, внутренняя коррекция, опять добой. Я вот смотрю, даже с точки зрения опционов, начинают вливать самые большие ликвиды в районе 1.18. То есть начинает даже 1.17.90 уровень, 1.18.50 уровень, именно в этом диапазоне начинают вливать. Поэтому у меня складывается впечатление, что вот эта корреляция, которая получится с движением евро в район 1.18, как раз очень четко скоррелирует с падением индекса доллара в район 94. Потом уже будем смотреть на какие-то внутренние коррекции. Но откупать сейчас у меня желания, если честно, по индексу нету, поэтому, скорее всего, его будут допить и дальше. Тем более, если посмотреть на корреляцию опять из индекса S&P 500, то есть снова поддержка экономики происходит с ГОЗЭПом в США, вливание ликвида, вливают, вливают. То есть, соответственно, да, создают такой некий карточный домик, который со временем рухнет. Рухнет он очень сильно, но не сейчас. То есть я лично считаю, что у нас самая ближайшая, самая первая цель роста – это 3337. Это фактический уровень, который еще был сформирован у нас в докризисные времена, в самом начале текущего года. А, вот, даже, да, вот январь текущего 2020 года, то есть небольшой такой экстремум, он не является разворотным, поэтому я считаю, что отсюда какую-то внутреннюю коррекцию просто дадут, и дальше вверх на добой уже 3400. То есть очень-очень вероятно, что до конца лета цена уже протестит исторические максимумы текущего года. Поэтому я лично индексы S&P 500 за исключительно выступаю за рост, и буквально вот только что опубликовал на своем канале в Телеграме как раз пост на эту тему, когда был в начале недели анализ, еще цена была вот здесь показывал коррекцию именно в эту зонку, и отсюда выход дальнейший вверх. Собственно, так и произошло, и будет происходить еще дальше. То есть никаких триггеров обратных у нас нет. Что касается золота. Золото, да, тут я с тобой согласен, но не просто удивило, мы с тобой, может сказать, жаловались о том, что вот, слабое движение, мало ликвида, называется, накаркали. И вот в итоге результат. То есть золото у нас, естественно, все знают, все понимают, защитный актив и так далее и тому подобное. С учетом того, сколько золота скупили фонды и Центробанки, это, в принципе, уже не удивительно. Это скорее как запоздалая реакция сейчас происходит в виде его роста. Становиться против локомотива ни малейшего желания нет. Если я еще в начале недели рассматривал в районе 1840, вот здесь, думал, какое-то вливание может попытаться ликвидности сделать и будет возможность какая-то в шорте, то сейчас вот смотрю на текущую картину и понимаю, нет, вообще нифига абсолютно. То есть вот у нас заливка, которая была сделана, чаще всего подобные вещи отстреливают хотя бы на коррекцию. Но в данном случае это чистейшая заливка на пробой дальше, что крайне редко на самом деле бывает. Судя по объему, опять-таки, у нас в продолжении лонгового тренда нет ни малейшей зацепки для шорта. С точки зрения опционов здесь просто космос на самом деле. То есть самая такая ближайшая граница у нас находится в районе 1924. То есть это лишь самая ближайшая. Стратегическая вообще черт знает где, на 2000. То есть 2000 – это психологически важная отметка, которую, безусловно, все ее заметят, об этом будут рубить в новостях, об этом будут по телевизору говорить, о том, что золото достигло, к примеру, стоимости 2000 долларов за унцию, покупайте золото и бла-бла-бла. И, естественно, на новом вливании такого живого мяса в рынок вот тогда мы реально обвалимся и обвалимся мощнейшей силой. Но не сейчас. То есть сейчас я вообще не призываю золото шортить. Оно, в принципе, пока происходит вливание и в экономике, и пока еще в некоторых странах и карантинные меры происходят, то я считаю, что золото потенциал далеко еще пока не исчерпан. То есть первая остановочка 1923 будет в этом районе. Хороший такой открытый интерес есть. И финальная в районе где-то 2000. Когда туда дойдут, к сожалению, никто не знает. Мы не гадалки, поэтому будем смотреть уже по факту. Единственное, что я точно могу сказать, что шортить золото – это никто не хочет прыгать под пояс. Поэтому золото сейчас, шортить тоже далеко не самая лучшая затея. И, кстати, уровень, насколько я помню, в районе 1910. 1010 – это один из исторических максимумов. Он там на недельном графике, так по памяти помню. И как раз сейчас там и дисбаланс недалеко. Так что к верхушке хотя бы до конца недели цена запросто может дойти, особенно на фоне дальнейшего падения индекса доллара. Денис, спасибо тебе за точку зрения. Практически они у нас совпали. Это хорошо. Может быть, действительно так и находится истина того, что произойдет дальше. Будем следить за рынками, за тем, что происходит. Тебе хорошего закрытия недели, непростой недели. Хороших выходных, чтобы собрался с силами. И увидимся уже на следующей неделе. Всем пока. Да, коллега. До следующей недели. Хороших выходных.